Магазины открываются, а вместе с ними фитнес-центры и музеи. Правда, пропускать горожан будут при наличии QR-кода и справках либо о вакцинации, либо о перенесенной болезни. Решение принято на заседании регионального оперштаба по председательствам губернатора Дмитрия Азарова. Кроме этого, с сегодняшнего дня учащиеся с 1 по 4 классы, а также с 9 по 11 будут учиться в очном режиме. Учащиеся 5, 8 и 10 классов перешли на дистант. Расти лес большой и зеленый. Сотни тольятинцев решили объединиться. Люди взяли с собой хорошее настроение, тепло оделись и вместе отправились в лес Комсомольского района на ежегодную посадку молодых саженцев. Глава города Николай Ренц в подобных акциях всегда принимает участие и делает это с особым удовольствием. Впечатление, когда у нас в июле пожар был и горели те посадки, которые мы сажали в 2011, 2010, 2013 году. И они уже вот такие были. И когда это горело, я ощущал, эмоция была, как дети мои горят. Те, кто их сажал, они не увидели, когда все это стало большим. И нам не придется увидеть. Мне это точно, когда эти деревья станут большими. Меня в этом смысле окрыляют слова одного из людей, я не помню, кто это сказал, что уважение достойно те люди, кто сажает деревья, в тени которых ему не придется отдыхать. Акция прошла в рамках губернаторского проекта «Содействие». Это площадка для активных жителей региона, которые готовы реализовать конкретные идеи. За них же они и голосуют. Будь то строительство скверов, парков, ремонт дорог или возрождение леса. Конкретную сферу выбирают сами люди. Главное, чтобы проект был действительно общественным. Почему мы решили? Потому что это наше общее дело. Благо Комсомольского района у нас на первом месте. Мы и работаем с людьми, и сами работаем. Пошли в эту профессию, управляющие микрорайона, именно с целью помочь людям и нашим горожанам. Красоту, благоустройство, лес. А я очень люблю субботники, люблю сажать лес. И очень хочу, что наш город, которым так всем жителям повезло, что мы находимся в окружении леса, был чудесный. Восстановить лес. Благородная и хорошая акция. За несколько часов горожане высадили 9 тысяч саженцев сосны. Добавим, что это уже пятая подобная акция Тольяттинского движения «Возродим наш лес». Весной в лесу Комсомольского района опять будет большое пополнение лесного фонда. Активисты движения «Возродим наш лес» снова выйдут на посадку саженцев. Планируют высадить 29 тысяч сосен. 8 сестер милосердия пополнили ряды свято-елезаветинского сестричества. Теперь 30 женщин в белой форме с красными крестами будут служить в больницах и поликлиниках города. Обряд посвящения состоялся в храме, во имя святого целителя Пантелеймона в медгородке. Сестричество в Тольятти при больничном храме было создано еще в 2014 году. Это верующие женщины-христианки разного возраста и профессий. Духовник сестричества протеерей Андрей Гриев ежедневно в горбольнице номер 5 совершает молебны, исповедует, причащает больных, в том числе в красной ковидной зоне. Сестричество подразумевает, что человек, в данном случае у нас это женщины, они свое время жертвуют на то, чтобы уделить внимание, отдать частичку своей тепла, свое времени, по уходу за тяжелобольными людьми, которые находятся на лечении в нашей городской больнице номер 5. Ежедневный больничный уход, он осуществлялся и в кормлении нуждающихся пациентов, и в домическом уходе для нуждающихся пациентов. Медицинские сестры, сестры-милосердие совместно осуществляют эту работу под руководством старшей медицинской сестры. Многие сестры-милосердие на сегодняшний день обучены, они получили свидетельство по должности младшей медицинской сестры. 6 тысяч километров, палатка и запасная обувь. Путешественник из Армавира установил рекорд, прошел пешком через всю страну. Сергей Алексеев инвалид по зрению, но это не остановило мужчину от исполнения своей цели. С апреля по октябрь Сергей пешком двигался через всю страну в направлении Байкала. За это время он стал героем огромного количества статей, материалов на телевидении и радио. Я пытаюсь людям помогать, я стараюсь не отказывать никому и чем-то могу помогать. Показываю, что инвалидность это не конец жизни, пенсия это не конец жизни, это начало жизни. То есть я снял плакат, вещи перезагрузил, обычно вот как бабушки ходят, знаете, сумочки возят на двухколесных колясках. Вот такую коляску я купил, просто-напросто и все, и рюкзак на плечи попер. В обратный путь Сергей отправился на электричках.